С вами партнеры, сегодня у нас четверг и мы как всегда будем говорить с вами о технических вопросах, философских вопросах, потому что многие не до конца понимают суть нашей деятельности и как им самим даже поступить правильно. И сегодня мы будем опять разбирать, кто вы есть, для чего вы пришли в BitClub и как использовать ваши возможности на максимальное. Так давайте начнем с самого начала. Кто вы есть? Представьте себе, что вы пришли сегодня в BitClub как люди, которые имеют небольшие возможности. Небольшие, еще раз говорю. Почему? Потому что когда человек приходит в BitClub с большими возможностями, то об этом я говорил несколько, по-моему, недель назад. О том, как войти в BitClub человеку, у которого есть 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, 100 тысяч долларов и даже миллион. Сейчас, в этот раз, мы не будем о них вспоминать, потому что многие люди немножко перепутали. Так вот, посмотрите, сегодня мы будем говорить о тех людях, которые приходят в BitClub Network, как начинающие и с небольшими деньгами. Имеется в виду до 3600. Это могут быть и 600, и 1600, и так далее, и так далее. Почему? Потому что вы помните, что у нас есть обязательная оплата члену 199 долларов, ну я отрубляю до 100. Есть минимальный пул, это будет 500 долларов, 1000 долларов и 2000 долларов. И раз у вас есть такие деньги, для того, чтобы начать, то что я рекомендую самому-самому начинающему, самыми-самыми маленькими бюджетами? Давайте представим себе, что у вас есть 800 долларов. 800 долларов, которые вы не знаете, как правильно ими распорядиться, чтобы сделать себе огромную пользу для будущего. Потому что, поверьте мне, вот ваш самый первый шаг, когда вы приходите в BitClub Network и только начинаете строить команду, вот эта первая секунда, почему я говорю о секундах, потому что вторая секунда уже может быть занята другим. То есть, когда вы ставите себя в бинар, ну вернее, вас ставит ваш руководитель, ваш спонсор, то в этот момент, когда вы уже встали и ваше место является главным, в тот момент, пока вы размышляете, что с ним делать, под вами может тут же оказаться уже другой человек, которого пригласили кто-то сверху. Так как им больше некуда ставить человека, то, естественно, получается, что он занимает место под вами, даже вас не спрашивая, или слева, или справа. Что это для вас? Для вас это означает, что человек, который встал вот здесь между вашей мечтой и вами, будет получать доходы, я считаю, вполне законные, которые будете производить вы. Я думаю, вы меня понимаете. Если нет, я сейчас перейду прямо на бэк-офис, и мы продолжим оттуда. Хорошо? Я думаю, так будет понятнее. Итак, идем на... Сейчас один момент, только я его запущу, а то я не успел. Сейчас один момент. Я сейчас открою только свой бэк-офис, и потом покажу его вам. Так, 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 так. Так, сейчас, сейчас. Все будет нормально. Мы сейчас сделаем, так, новую вкладочку. Я открою вам сейчас, чтобы показывать это уже на деле. Сейчас я тихонечко введу свои пароли. Так, вот теперь я готов буду поделиться с вами экраном. Так, так, так. Все у меня сегодня где-то в каких-то небесах. Так, сейчас, секундочку. Сейчас найдем, где же я. Алло, алло. Так, потерялся в двух. Угу. Так. Еще раз. Так. Так. Так, я думаю, что вы все-таки меня видите. Потому что я что-то нажал в виде метод. Итак, я поделюсь сейчас с вами экраном. Так. Показать главный экран. Так, так, так. Один момент. И теперь мы уже находимся на BitClub Network. Все ли меня видят? Так, надеюсь, что передача идет в порядке. Так, так. Я вижу, да, свои действия. Я сегодня делаю параллельно два экрана. Хорошо. Итак, смотрите, мы с вами находимся здесь. И каждый уже узнает, что это бэк-офис, где мы с вами и сейчас пройдем все это. Итак, я перехожу на бинарное дерево, чтобы вы могли четко следить за моей мыслью. Итак, представим себе, что некто из вас... Ну, давайте вот поставим вот этого человека. Некто из вас пришел и имеет вот такой вот маленький пул. 99 долларов. Он имеет уже маленький пул. Или еще не имеет его. Сейчас это не имеет большого значения, потому что мы говорим о секунде времени. Итак, если это вы, и вы встали в бинар, то вы определились, что ваше спиловор основной – это левая сторона. И если этот основной спиловор – ваша левая сторона, то что бы я вам рекомендовал делать в эту же секунду? Поставить сюда, вот именно в эту левую сторону, одно место с кавычечкой 99, второе место с кавычечкой 99. И если это все ваши денежные запасы, то больше здесь мест не ставить. Перейти опять к себе и купить себе минимальный пул. Почему это нужно сделать? Потому что тогда вы будете активны. И тогда у вас будет все сразу. Все начисления от тех людей, которых вы пригласили. Что делать бы надо было дальше, если бы вы хотели правильно развить свою команду и получить максимально от этого действия? Теперь у вас есть внутренняя нога. И представим себе, что у вас есть любимые внуки, племянники, мамы, папы, братья, сестры. То есть те, кто точно не будут никогда строить здесь бизнес. Но каждый из них хотел бы получить доходы от пассивного майнинга. Я думаю, что таких у вас соберется 8 из 10 претендентов. То есть 8 человек, которых вы хотите порадовать доходами пассивными, как раз таковыми и окажутся. И только 2 из них, возможно, будут теми, которые захотят бизнес продвигать. И так, если вот эти ваши ближайшие дети, внуки, племянники, мамы, братья, сестры, мужья, жены. Я специально перечисляю всех, чтобы вы никого не забыли. Так как каждый человек, по моему мнению, нуждается в том, чтобы у него были дополнительные доходы. И чем больше таких людей, которым вы поможете из числа своих родственников, тем меньше вам же придется им потом помогать. Я знаю одну женщину, которая таким образом уже много десятков лет помогает своей семье, живущей там в странах СНГ. Для того, чтобы они могли, ну, как бы более-менее достойно жить. Сама продолжая жить в очень скромных условиях, постоянно работая и помогая им деньгами. Я считаю, что это большой подвиг пойти на такие жертвы. Но на самом деле они не обязательны. Потому что если бы она знала меня давно, то мы бы с ней бы сделали каждому из тех, кому она помогает. Вот такой счет. Здесь должен быть этот счет. Это ваша внутренняя нога. Туда мы поставили двух человек по 99, активировали как ваше бинарное дерево. И на этом пока забудьте об этой стороне. Сейчас мы говорим о тех, кому нужно помочь. Это ваши близкие. Так вот, этим близким вы открываете счета вот здесь. Потом, когда у вас он активировал, он 99 долларов и минимальный пул, или просто пока 99 долларов, вы делаете следующее приглашение об экофиса. Тем, кто не знает, где это, еще раз показываю. Вот здесь, видите, стоит enroll member. Ну, у вас по-русски будет пригласить следующего члена. Так вот, вы всех своих близких, кому вы хотите помочь, приглашаете только из своего бэкофиса. Потому что, когда вы это будете делать, появятся как лично приглашенные вот в этой вот записи. Еще раз показываю, кто не знает, level up. Тут все, кого вы лично пригласили. И когда вы сделали из своего бэкофиса, то он точно будет в список. Вот сюда. Вот. Больше никуда. Тогда, когда у вас попадет он в этот список, то вы будете спокоены, что это ваш личный человек. И советую каждый раз, когда вы такого человека своего заводите, дождаться, когда он появится у вас в level up. Тогда точно вы все сделали правильно. Итак, вернемся в бинар. Это я сделал небольшое отвлечение. Так вот, если вы стали сюда, поставили вашего человека, вот он, видите, правое ваше в данном случае, слабое или внутреннее, как ее называют ногой. Внутреннее, потому что никто не знает, может она будет даже сильнее, чем ваше левое. Но в любом случае, сейчас это внутреннее, так как, видите, ничего нету. И вы сюда поставили первого своего человека. Не важно, на какую сумму, минимальный пакет 500 долларов, это ваш внук, внучка, дочка и так далее, то тогда вы получаете себе в level up одного человека в команду номер один. Команда номер один, помните, она, мы будем говорить, тренировочная для вас, потому что получаете, опять все-таки вынуждены вернуться на level up, чтобы было понятнее. Снова возвращаемся вот сюда и смотрим, почему же она считается у нас тренировочной. Потому что, посмотрите, вот здесь вы будете получать за первого человека только 5% и 10% от его реинвестора. И за второго человека тоже только 5% и 10% от реинвестора. Поэтому суммы вот этих первых двух счетов, тем более, если это ваши счета, ваших близких, могут быть разными. Видите, второй ваша команда, когда вы уже получаете 6%, это тоже ваши близкие, и они тоже суммы для вас особого значения не имеют, потому что это еще не тот уровень, к которому мы хотим прийти. Итак, ваша третья команда, видите, голубым цветом все выделено. Это значит, что вы приближаетесь к нужному уровню. Третья команда, видите, вам дает уже 7%, это уже значительные доходы, она дает вам 15% от реинвестора. И это всего первые 3 человека. Если вы считали, то это 8 человек и 9, 9, как раз таки тот человек, который дает вам максимум. Вот это уже может быть ваш, как бы, друг, это может быть ваш какой-то партнер, то есть те, которые приходят уже с целью инвестировать с большими возвратами, то есть у них большие доходы, так как у них большие инвестиции, у них или пул фаундера, или несколько пулов, то есть это те люди, которые пришли инвестировать. И вам это очень выгодно, потому что вы уже получаете 8% и 18% от реинвестора. Итак, вот она, четвертая команда, когда вы начинаете получать по максимуму. Поэтому вот эти первые, я их иногда называю даже подарочными местами. Почему? Потому что это лучший подарок на день рождения внуку, внучке, там, вашим родителям. Это лучше, чем подарить какую-то плюшевую игрушку или даже сводить человека в ресторан, который он, в общем-то, вспомнит, конечно, но на этом вся ваша, как бы, помощь и закончится. А если вы покупаете человеку пул, то это будет давать ему доходы пожизненно. Поэтому иногда нужно просто поставить приоритеты. Что подарить ребенку? Скажем, iPad, который стоит 600 долларов, или пул 99 долларов членства и 500 долларов сам пул. Я думаю, что второе должно победить у вас, и сам ребенок будет благодарен вам в будущем. Конечно, не сейчас. Это не популярный для него подарок, потому что он бы хотел, конечно, iPad. Но ничего страшного. Итак, идемте все-таки вперед. Итак, если вы поставили сюда вот этого человека внешней стороне, все время вправо, ставите и второго, и третьего, и так до восьми. Посмотрите, что у вас получится тогда. Если вы сделаете так все правильно, сейчас я буду переключаться ниже, чтобы показать вам какой-то из правильных аккаунтов, иначе вы не поймете, о чем разговор. Вот возвращаемся к одному из логинов, у которого, будем говорить так, все идет правильно. У него есть левая нога, и здесь есть места 2, 3, 4, 5 мест, потому что они в будущем вам очень пригодятся. Очень пригодятся, поверьте мне. И их нужно поставить в самую первую очередь. Потому что если вы не поставите их, то кто-то встанет между вами. Кто-то встал между нами. Так как ваша задача развивать все-таки вот эту правую ногу, то она должна развиваться будет таким образом. Смотрите, лично приглашенный от этого аккаунта всегда идет вот здесь. Вот он, внешняя сторона, вправо. Приглашенный от этого аккаунта идет опять справа. Видите? Все время по внешней стороне. И сколько бы мы сейчас ни смотрели, то все вот эти вот лично приглашенные, или не лично приглашенные, а уже командные, они все будут идти вот сюда справа. Почему? Потому что левая нога, вот скажем, у этого счета, видите, биткапитал, это счет, который имеет под собой два дополнительных. Биткапитал 2, биткапитал 1. И так как его нога внутренняя этого аккаунта, то естественно он развивает свою внутреннюю ногу. Видите? Вот у него уже здесь второй, и так далее. Не буду дальше листать. Так вот посмотрите, эту ногу, вот эту, будут строить за него команда. То есть те, кто стоит вот здесь, кто стоит вот здесь. То есть все, кто идут выше. Даже и вот отсюда прямо. Даже если вот у этого логина есть человек, то он будет его ставить туда, вниз, 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 вниз. Почему? Потому что, когда вы развиваете свою команду, то вы думаете о своих деньгах. Ну вот посмотрите. Сейчас это прям текущее время, 12 часов, 19 минут американского времени. И на этом аккаунте вы видите 18 кредитов слева и 45 кредитов справа. Так как вы уже все бывалые, я думаю, новичков здесь не так много, то вы знаете, что это уже есть один цикл. Таким образом, этот цикл будет завершен сегодня. Ну вот по нашему времени, через 2 часа этот аккаунт получит свои 200 долларов. Что произойдет у него? Останется 3 кредита, потому что 15 отнимут на будущий цикл. И здесь отнимется, отсюда 15, останется 30. Таким образом, каждый из вас может строить себе бизнес столько, сколько вы хотите. Например, у вас несколько счетов, ваших же счетов, один, второй и так далее, так далее, третий. Все эти ваши счета имеют, видите, уже внутреннее развитие. И если вы будете сами, вот предположим, вы очень сильный лидер, и у вас есть и 8, и 10, и 20, и 30 человек, как бы я советовал вам делать, развивать тогда свои внутренние аккаунты. Предположим, что вот это вы, еще раз покажу, вот вы, у вас есть левая сторона, которую строят спонсоры, и там у вас есть 2, 3, 4, 5 мест, которые вы припасли себе, по 99 долларов их активировали, поставили их сюда в бинар, и попозже мы к ним еще вернемся. А сейчас вы имеете лично приглашенного, который развиваете вовнутрь. То есть, так как это тоже ваш счет, то развиваете его вовнутрь для того, чтобы получать тогда бинарные бонусы и от этого, и от этого. То есть, вы получите, считаете, 2 бонуса одновременно. Если это ваш третий аккаунт, и вы здесь сделали 15, то они все перешли вот сюда, 15, и точно так же перешли к вашему основному аккаунту 15. Значит, вы получили и тут, и тут, и там. То есть, вы получили 3 раза бинарный бонус практически за одну и ту же работу. Потому что левая сторона, еще раз напоминаю, всегда работает за счет того, что спонсоры ее развивают, и нижестоящие, которые пришли за вами. Так вот, если мы имеем небольшую сумму денег, ну, предположим, давайте так, 1000 долларов, что бы я сделал на вашем месте? Только не примите это как приказ к действию, это просто как мой совет, не более. Если бы вы стали вот так, как в этом месте, то вы бы себе взяли бы 99, вы уже стоите, минимальный пул вы уже взяли, 3, 4, 5 мест, сколько у вас есть для того, чтобы не пострадал ваш основной вот этот момент пул. Значит, здесь 600, если у вас 1000, значит, у вас есть 400 долларов, которыми я бы, например, занял бы вот это место, потом ниже вот это место, потом ниже взял бы еще и вот это место, и ниже взял бы еще и опять правое место. Почему? Этот спиловок, он потом даст вам большие деньги. И теперь 500 долларов инвестировали в свой пункт. И так вы удачно встали. Почему? Потому что это не будет ждать ни одной секунды. И многие говорят мне, вот даже сегодня был у меня такой звонок, а что же мне делать с правой-то стороной? И туда надо, и сюда надо. Уважаемые, вот эта правая сторона, поскольку она ваша, сюда никто ничего не поставит. Вы всегда здесь успеете сделать все то, что вам лично надо. Поэтому не спешите с правой стороной, если вы видите, что у вас нужно сделать то, что я вам показал. То есть вы сами, минимальный пул, сюда 3-4 места, сколько у вас есть. И теперь, когда у вас все это стоит, и вы видите, что вы заняли свои места, теперь можете переходить в правую сторону и начать здесь уже делать вот этих ваших первого, второго, третьего. Потому что, внимание, вот те места, которые вы поставили, просто членство, вам не идут в level up, потому что у них нету пула. Они к вам придут туда потом, когда нужно будет. И я даже не советую сейчас пока их трогать, потому что, чтобы они оказались у вас потом девятыми, десятыми, одиннадцатыми в вашем level up. Почему? Объясню. Когда вам нужно будет уже регулировать вашу и левую ногу, и правую, возможно, даже за счет собственных инвестиций, которые вы хотите делать, то тогда вам вот эти места, которые я вам сейчас зарезервировал здесь слева, сыграют очень хорошую роль, так как они будут девятыми или десятыми местами, делать на них основной упор при инвестировании, потому что вы же за них и получите комиссионные. Поэтому эти места, которые мы сейчас с вами зарезервировали, просто держите их и пока ничего с ними не делаете. Я сейчас вы еще раз говорю, левую сторону как бы своей ноги, поэтому здесь спиловар левая. Те, кто слушают меня и находятся в правой моей ветви, то у них будет зеркально все. То есть у них будет тогда спиловар идти в правая сторона, а внутренне левая, или по-другому как-то вы стоите. Многие спрашивают меня, как определить, где спиловар, а где нет. Спиловар – это там, где появляются люди, не ваши. Это те, которые идут от спонсоров, те, которые регистрируются после вас. Вот это и есть спиловар. Значит, туда вам после постановки вот этих трех-четырех, хотя бы одного запасного места туда ходить не надо. Теперь вы работаете только. После вашего этого основного аккаунта вы поставите свои первые аккаунты здесь, внутри. Имеется в виду, вы же регулируете время сами. Но чем раньше они здесь, тем большей вероятностью того, что все люди, которые будут приходить в вашу внутреннюю ногу, внимание, вы создаете внутренний спиловар для всех, кого вы пригласили, этот человек внутренне, а это все спиловар. То есть, чем будет он у вас привлекательнее, чем больше будет у вас здесь кредитов во внутреннем спиловаре, тем быстрее начнут работать ваши люди, которых вы пригласили. Например, вот здесь у вас появился человек, уже предположим, это не ваш родственник, не ваш сын, не ваша дочь, но человек, который пришел с инвестициями, видно, да? Он уже будет развивать свою внутреннюю ногу. Почему? Потому что он видит, что под ним, видите, под ним уже выстроилась команда. Вот он сам, левая нога еще, видите, его не рабочая, но с правой стороны у него есть уже люди и с инвестициями и там еще несколько человек. Поэтому вы таким образом подписывая этот ваш внутренний теперь спиловар, мотивируете каждого человека, который здесь находится у вас, для того, чтобы он начал строить левую ногу. Смотрите, у него сейчас уже здесь справа 30 кредитов. Делится прям на 15 очень хорошо. Два цикла в запасе. Чтобы здесь эти слева появились 15. Ему нужно либо открыть себе второй счет, как раз счет на супругу, на детей, не важно на кого, и инвестировать в него и тогда таким образом застолбить это место, ведь оно пока никем не занято. И когда здесь сложится 15 кредитов по тысячу и пол за 500 долларов, неважно, кто его приобрел, или ваше место, ваш родственник, или под ним кто-то пришел, вы сразу получаете первый свой цикл. Если вам повезло, и вы сегодня сделали два цикла, то есть 30, здесь будет 30 и 30, то это два цикла по 200-400 долларов. Выгодно, а даже не иногда, а всегда выгодно инвестируйцы самые большие делать вот под эти счета, которые, помните, у вас будут восьмые, девятые по счету. Это ваши лично приглашенные, но вы за них же и получите максимальный доход. Крупные инвестиции, например, вот если этот человек захотел бы сейчас сделать себе второй пул фаундера, я бы ему не советовал. Я бы сказал ему, давай посмотрим, сколько у тебя лично приглашенных, и если у тебя есть, скажем, второй уровень, третий уровень, если четвертый уровень, то тогда открывай себе новый счет и бери второй фаундер под тот свой девятый или даже восьмой, ничего страшного, 7 плюс 15 процентов реинвеста, но по крайней мере тогда ты получишь еще и за свои инвестиции второй доход. И если бы так все поступали, если бы все правильно разбирались, как работает система, очень плановое развитие вашей команды, потому что мы же говорим сейчас о вас, вот вы стоите здесь, видите, в самом начале, вот ваш аккаунт, и если это вы и левая сторона видите, с каким запасом, тут 339 кредитов, еще есть где поработать, осталось у этого аккаунта 147 кредитов, и они прибывают каждый день, потому что снизу работают люди, значит вы, развивая свою правую внутреннюю ногу, можете очень красиво работать несколько раз за одну и ту же работу. Сегодня утром поступил у меня интересный вопрос, который я так думаю, что я недостаточно хорошо озвучил на своих вебинарах, сейчас к нему вернуться, возможно для многих это будет как бы более понятным. Смотрите, когда я говорю о философии, теперь мы уже перешли от технической части философии, я скажу почему. Представьте себе, что вы и Club Network заработали сегодня 2000 долларов, у вас есть два варианта, как поступить с ними, ну первое вы знаете, можно сразу с этих сумм купить себе за 2000 долларов пул, думать, и получить так называемый доход первого круга, или первой очереди, или доходы, которые вы получили, в BitClub Network от вашей активной деятельности. Почему я делаю на этом акцент? Потому что когда вы приходите с маленькими деньгами, пусть даже у вас там было первых 600 долларов, но вы начинаете зарабатывать большие деньги в виде комиссионных, то тогда естественно ваши пулы будут расти как на гаражах, 500, потом вы заработали 1000, купили себе на 1000, заработали 2, купили себе на 2, и теперь стоп, вот теперь стоп, вы сделали фаундер, у вас есть все для того, чтобы вы могли получать максимальные доходы от вашей команды, потому что какие бы ни приобретались пулы, вам все пойдет в зачет сразу. Это ваш первичный доход или первый круг дохода. теперь вы наполняете им инвестиции. А теперь представьте себе, что прошло некоторое время, и вы получили доходы уже от майнинга. Ну, давайте покажем, где это. Значит, если вы получили доходы от майнинга, то вот эти первичные доходы, с ними поступать по-разному. Вы можете их реинвестировать, вы можете их выводить, вот как в данном случае, видите, какие-то суммы идут на вывод. И что бы я с этими деньгами сделал на вашем месте, с этими биткоинами, я бы напомнил вам о том, что одно из правил, я бы сказал, первое правило, это ни за что не платить самому. Ни в коем случае, нигде, ни в какой ситуации. Потому что если вы заплатили, то вы потеряли свои деньги. Вот вы заплатили и все. Вы заплатили за чай, за кофе, за машину, за дом. Эти деньги вы никогда уже не вернете, потому что вы их отдали. Чтобы использовать это правило богатых людей, ни за что не платить, вам понадобится второй вид дохода. Обязательно. Такой, где ваши деньги, которые вы хотели заплатить, всегда останутся при вас. два слова о депозите. Все ли понимают, что такое депозит, или не все, но я постараюсь вам это объяснить. Представьте себе, что вы заработали здесь биткоины у нас в клубе, или на пассивном, или на активном, не важно, как вы это сделали. два варианта дохода здесь пассивный от майнинга и активный от того, что вы работаете в криптоконсультантах. Получили доход, и первое желание, или желание вашей супруги, или наоборот супруга, потратить их, не делайте этой глупости в очередной раз. Разместите лучше эту сумму на депозит. с доходностью, ну давайте будем говорить о 50% годовых, чтобы вы могли сейчас прямо на этом примере читать. Предположим, сегодня этот аккаунт не стал бы покупать пул за 2000, потому что у него есть все пулы, и не один, поэтому, что бы он мог сделать, чтобы попробовать на себе вот это правило, ни за что не платить самому. Он мог взять на 2000 долларов депозит, который дал бы ему возможность получать каждую неделю доход в пятницу из расчета 50% годовых. 50% годовых это 1000 долларов в год. И если бы вы разделили ее на 12 месяцев и на недели, то вы получили бы тот доход, который поздравляю, можно тратить прибыль. Так как с вашими двумя тысячами на депозите произойдет следующее. Когда закончится ваш год, доходный год, вы можете этот же самый депозит, который вы не тратили, разместить на второй год, на третий год, на десятый год, и таким образом тратить только прибыль. Что в данном случае я сделал? Я предложил вам начать бизнес с 600 долларов, дойти до того, чтобы у вас были куплены за счет доходов все пулы и стать фаундером, и когда у вас появляются доходы или от активности, или от майнинга, теперь научиться не тратить их и далее, потому что вы уже первые доходы здесь полностью инвестировали в своего фаунда, так вот не тратить их и далее на сумму не менее запишите себе 50%, если бы вы например на 2, 3, 5, неважно какой-то месяц вышли на какой-то стабильный доход, то я советовал бы вам и советую сейчас простые действия 50% вашего дохода, да, вам сейчас еще пока не до крупных депозитов, возможно это ваш круг спасения, который вы получили вот эти вот скажем 2000 долларов сегодня, это означает, что вы имеете полное моральное право 50% этих денег потратить, потому что у вас просто другого выхода нет, но вторую часть, а вернее наоборот, обязательно инвестировать, положить депозит, чтобы получать доход, чем больше у вас денег потом окажется на депозите, тем больше будет ваш доход, текущий, ежедневный, так как проценты начисляются каждый день, вывод по пятницам, и это длится ровно 365 дней, с возможностью пролонгировать такой контракт, так вот ваша цель, основная, второй, прийти с небольшими деньгами, заработать здесь средние деньги, заставить себя, может быть, отказаться от каких-то ваших прошлых привычек и правил и платить себе, то есть инвестировать, размещать депозиты, покупать пулы, то есть делать все для того, чтобы вы обрастали активами, обрастали ими, так как и положено каждому человеку, на тот уровень поле вам уже жить безбедно. и вот давайте представим себе, что вы за год, давайте не будем как-то называется сильно преувеличивать краски, как это любят многие, а представим себе, что вы за год вышли на доходы, на доходы здесь в месяц примерно 3000 долларов, 3-5 тысяч долларов в месяц в Битклак. Если вы будете половину из них каждого месяца инвестировать для того, чтобы вкладывать их в депозит, то это значит, что вы будете добавлять к своему депозиту 2500 долларов каждый месяц. Это значит, что вы за следующий год сможете сделать уже такой депозит себе, который сможет вас кормить. Что такое 2500 в месяц? Это значит, что вы сможете разместить 20-24 на депозит. И если взять даже 50%, это вы будете получать 10-12 тысяч в год. Это значит, что вы не тратя свои 20 тысяч, можете жить уже свободно на деньги, которые дает вам депозит, продолжая развивать свою команду, свои доходы Битклак и повышая уровень депозита, величину депозита. Потому что чем больше у вас на депозите денег, тем вы можете больше позволить себе текущие расходы своей семьи, не тратя своих денег. Вот когда вступает это правило для вас в силу, не буду платить своими, буду только платить теми, которые мне заработал в данном случае ваш актив, Витклак Network, ваша активность как консультанта, плюс размещенные в депозит, это проценты, которые вы получаете каждую пятницу. Если бы вы все построили так свой бюджет, то я бы мог счастливо закончить свои вебинары и все остальное бы происходило само собой. Почему сейчас я их продолжаю вести? Малое количество людей действует так, как я сейчас рассказываю, все равно все живут с колес. Получил, потратил, получил, потратил. Это ни к чему не приведет. Если вы не убедились в этом сами, то я вам даю полную гарантию, что это вы просто топчетесь на месте. Белка, знаете, крутит, крутит, чем быстрее крутит, тем меньше шансов достичь цели. Ничего не происходит. Для того, чтобы выйти из этого, нужно просто выйти в сторону от всего того, что делали вы, встать рядом и на это посмотреть. Что же делаете вы не так? Почему у вас не происходит того, о чем вы так мечтали? И если вы во всем этом разберетесь, даст Бог, разберетесь и довольно быстро, то тогда цены вам не будет. Тогда у вас все. Я думаю, что вы сегодня подчеркнули многие вещи, которые не были, может быть, вам понятны, доступны и так далее. И я думаю, что у вас больше не будет вот этих вопросов придется небольшими деньгами, которые у вас есть в руках. И если это так, то тогда я поздравляю вас с тем, что вы в очередной раз на нашем мероприятии получили еще дополнительную консультацию, которую вряд ли вам кто-то даст из новичков, так как они еще их просто не знают. Дадим шанс каждому знать больше благодаря тому, что мы общаемся с вами практически напрямую. Итак, до следующего четверга, до следующей школы, которая будет проходить так же, как и сегодня, одновременно и на канале в ютюбе и в прямой эфире, как вы присутствовали. С вами был Ричард Диндорф. Удачи, Иван. видит, что это диндорф. Продолжение следует...